Дорого ребятушки, с вами Ладушки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы решили оставить нашим домам и идти вверх. Мы росли за месяц, может быть месяц, оставили все, что мы думали, что у нас было. Это была надежность, которая двигалась вперед. Слой, step-by-step. Мы знали о цене нашей жизни, и мы получили зарплату 100 раз. В конце концов, время пришло, чтобы построить последний город на Земле. Новый дом. Блин, а почему так мелко? Мы бежали из Лондона и пересекли море, чтобы достичь морозного севера. В пути наш караван попал в метель и разделился. Некоторым из нас удалось добраться до генератора. Он оказался обледеневшими вокруг никого. Куда все подевались? Выжил ли хоть кто-то еще в метели? Если поблизости кто-то еще. Итак, что бы мы не делали, стоит готовиться к худшему. Ведь миру, который мы хорошо знали, пришел конец. Ну, нам надо выжить. Чего уж тут поделаешь там. Меня сейчас мучает один вопрос. Ну, давайте сейчас более-менее получим спокойную обстановку. Потом поговорим. Когда-то один раз я играл в эту игру. Так, борьба с холодом. Нам нужен генератор. Чтобы генератор работал. Он обеспечивает тепло и дает энергию для других зданий. Без него мы замерзнем. Накопите уголь. Запустите генит. Так. Ну, давайте. Стоп, это... Будут добывать сталь. Нет, 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 нет. Уголь, уголь, уголь. Куча угля, да. Давайте пять человек сюда. Пять человек сюда. Я говорю, я эту игрушку играл один раз. Это было... То, что... Тоже куча угля. Тоже пять человек. Давайте. И сюда. По максимуму распределим. Один раз пробовал. Честно сказать, у меня не очень пошло. И... После этого... Ну, не то, чтобы оно не очень пошло. А, все, у меня люди закончились. Все уголь добывают. Окей. У меня прошлый компьютер не очень хорошо справлялся с графонием этой игрушки. Так. Денег. Не работает. А как мне его запустить? И сколько мне нужно чего, чтобы его запустить? Так. Форсаж, естественно, тоже нет. Надежда. Недовольство потихоньку растет. Надежда средняя. Я в общих чертах знаю, что здесь происходит. Бездомных восемьдесят человек. Да. Тут это все делится немножечко. Угу. 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 Так. Завелись вроде как, да? Поехали. А ты кто у нас такой? Склады. Нам нужно бы построить, наверное, дом, что ли, какой-то. Не знаю. И, кстати, ребят, я не знаю, выживем ли мы здесь. Я ничего гарантировать, обещать не буду. Играем как играем. Ну, то есть, учитывая, что я в нее играл один раз. Это было давно. И у меня были проблемы с компом. И я, в общем-то, уже все позабывался, что можно было забыть. То я не буду сейчас ложить очень большие, возлагать очень большие надежды на то, как я сейчас пройду. Так. Палатки построим. Температура. Это понятно. Комфортно, приемлемо. Холодно, холодно, морозно. Ага, понял. Да, можно двигать кнопками, понял. Сейчас посмотрим. Вроде как... Я не знаю, строится. Да, строительство идет. Хорошо. Уголь добывается, строительство идет. А, здесь можно посмотреть, где у меня находятся люди и почему они там находятся. Круто. В палатке будет комфортно. Это тоже круто. Ну, а если я хочу построить... Еда. Понятно. Давайте тогда... Оу. Тут прям конкретно на человека можно посмотреть. А почему на этой куче угля столько народу работает? Мне нужно, например, чтобы вы... Так, не железо, а вот добыча древесины. Давайте вот ящики вы будете разбирать. Да, давайте. Будем разбирать ящики, потому что нам нужно больше древесины. Так, рабочее время. Чтобы ускорить ход времени, нажмите... Не, пока не буду, пока не разберусь. Я знаю, что можно немножечко ускорять таймер, но мне комфортно. Можно что-то строить. Это я помню вроде как. Вот начал даже что-то строить. Количество бездомных у меня уменьшается. Десять древесины надо. Древесины нету вообще. Нафиг. Количество угля увеличивается. Вот, количество древесины начало наконец-то увеличиваться. Мне нужно будет сейчас еще склепать палатки, потому что, если я правильно помню, как раз вот то, что они бездомные, это им подымает очень сильно панику. У них гаснет надежда и все дела. Так. Давайте десятую древесину. Отлично. Строим палатки. Так. Ты у нас кто такой? Весторождение угля. Понятно. Так. Да, да, да. Заканчивается книга законов. Это мне пока что не знаю, наверное, понадобится. Кстати, ребят, что я могу еще сказать про эту игру. Она сделана теми же ребятами, которые в той же студии, которые клепали This War of Mine, которая, кстати, есть у нас на канале. Можете зайти, посмотреть. У нас есть несколько выживаний. И та игра мне, в принципе, очень понравилась. Да, у меня были к ней вопросы, но эти вопросы по сравнению с преимуществами, они небольшие. Поэтому... Смена закончилась, они все идут домой. Запас еды. Шрифты катастрофически маленькие. Я не знаю, попробую что-то с этим сделать в следующий раз. У нас не занятых 10 из 50. Так. Да, что вы мне хотите еще предложить? Уровни. Да, можно... Угу. Центрикор единственный источник тепла в этой литяной пустыне. Да, это мы знаем. Спасибо. Что? Строительство. Так. Где у нас там была, кстати, перемотка времени? Угу. Понял где. Вот здесь. Надо будет посмотреть. Ну-ка, давайте я сейчас, ребята, гляну секунду. Печаль в том, что я никак не могу увеличить шрифты. Они здесь просто катастрофически маленькие. Может быть... Ну, разрешение мне сейчас он дал родное. Ммм. Которое, в принципе-то, и есть у меня обычно на экране. Так, минус 20 градусов у нас, между прочим. Кхм. Так вот, сходу к этой игре какой у меня вопрос. Эээ... Почему... Так, у меня 20 человек свободных, между прочим. А почему они... А почему они свободны? Давайте я еще распределю немного. На добычу угля. Мне бы где-то их на древесину, что ли, послать. Куча угля. Или даже, знаете... Стальные обломки. Пять инженеров. Посмотрим. Так, давайте дождемся утра. Так, санитарные пункты, домопеки, лазареты. Это больницы. У меня появились... Эээ... Недовольные. Кто-то без дома. Я знаю, что ты без дома. Спасибо. А, ты у нас... Ага. Нехватка убежища. Отлично. Все пошли на работу? Что? Это работа... Часов... Чрезвычайные... Чрезвычайные смены. 24-часовая смена. Так, хорошо. Это я примерно понял, как работает. Эээ... Так вот. Один из первых. Эээ... Таких нюансов, которые... Да, все пошли на работу, наконец-то. Один из первых нюансов, который меня, опять же, немножечко насторожил. Почему, ребят, вы пошли на север? Это возможно только в том случае, если полюса планеты сместились, и теперь, собственно, север находится на экваторе где-то, потому что, ну, судя по картинкам, они находились где-то в Лондоне. Вот, так, надо быстро клепать лачуги, потому что вот эти бездомные, они потом будут, будет расти недовольство. Две лачуги... Стоп, сколько одна вмещает? Жителей 10, надо еще... Она еще мне пока не... А, вот хватит, отлично. Сейчас, пусть они достроят, посмотрим, если еще одну надо, тогда я построю еще одну, а так видно будет. Один больной, блин, мне, кстати, лазарет надо строить, я так понимаю, да? Здоровье. Опять коек, 25 древесины. Вот мы сейчас ее построим, потому что она больная, нам нужно ее туда поместить. Пока у нас древесина клепается. Дома. Дома будем строить близко. Они же возвращаются домой потом, чтобы им не было холодно. Ищем туда, и нужно 12 единиц угля, чтобы включить этот... Смена закончилась, да? Недовольство растет. Так, это у нас бездомные, а это у нас... Угу, там и тепло. Давайте, вы больницу достроите, нет? Санитарный пункт. Все, один человек лечится, бездомных у нас не осталось. Недовольство исчезло полностью, чему я несказанно рад. Теперь у нас надежда. Нам нужно, чтобы надежда росла каким-то образом. Так. На лечении. Все в порядке. Отлично. Наступает ночь. Давайте мы ее промотаем немножечко. Нужно... Так, это у нас красным, значит, что уходит быстрее, чем добывается. Я вас понял. Что я могу еще построить? Еда, ресурсы. Пост добычи я могу построить. Чтобы люди далеко не ходили. Пост добычи я поставлю. Теперь я могу еще, например, технологии. Это у нас лаборатория. Хорошо. Нам нужно дерево. Очень много дерева. Здесь у нас максимально 15... Еще четверо больных? Ты издеваешься? У нас же тепло. Где вы заболевать-то успеваете? Так, хорошо. Пятеро на лечении. Нас пока это спасает. Но скоро госпиталя может не хватить. Требуется только рабочие. На кухне требуются рабочие инженеры. В мастерской требуются инженеры. Я вас понял. Хорошо. Так, 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 так. Все, давайте, ребят, клепайте, добывайте. Мне мастерская. Кстати, что у нас делает мастерская? А, это еще в зеленой зоне будет. Неплохо. Я не знаю, почему, но давайте поставим мастерскую. И получается инженеры... У нас на добыче здесь инженеры на... А почему инженеры? Потому что у меня нет простых рабочих, что ли? Давайте я уберу отсюда инженеров. Уберу отсюда 5 рабочих. И поставлю их сюда. Да, 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 да. Там у нас работали инженеры, потому что у нас просто не хватает рабочих сил. Так, инженеров я тогда еще отсюда уберу. Открыть... Так, требуется рабочий. ЦН-свет требуется рабочий. У нас очень много работы и недостаточно рабочих рук. Высокий способ... Быстрый способ решить эту проблему. Привлечь к работе детей. Я не помню. Где-то когда-то... Я знаю, что это один из первых законов. Кстати, это один из тех моментов, которые мне в этой игре тоже немножечко настораживают. Вы же не в офисе работаете, ребят. Вы выжить пытаетесь. Тупо, чтобы не сдохнуть. Тут и так работать должны абсолютно все. И дети, и взрослые, и всякое такое. А тут такая вещь, если ты заставляешь работать детей, или заставляешь кого-то работать длинный рабочий день, там, допустим, вместо 8 часов, 12 часов, они на тебя начинают злиться. Вы на кого, блин, злитесь? Вы же здесь и сдохнете, если не будете работать. Но, на самом деле, я знаю, что... Не то чтобы я знаю, я слышал. Мне кажется, что будут плохие последствия, если я заставлю работать детей. Поэтому не сейчас. Да, у нас люди голодают. Четверо. Поэтому нам нужно строить столовку. Кухня и охотничья хижина. Давайте мы кухню по-быстренькому клепанем. И охотничья хижина. У меня уже дерева просто не хватит, да? 20 древесины надо. У нас там люди на древесине работают. Может, с угля еще, кстати, немножко снять. Вот. И накинуть сюда на древесину. Потому что мне сейчас это важнее. Угля мне пока хватает. А древесину надо... Так, идет строительство. 7 голодных уже. Ух ты ж. Лечится четверо. О, одного вылечили. 8 голодных. Достроится, интересно, или не достроится. 19 голодных. Так, сюда 5 рабочих. Склады. 80 голодных. Нет, давайте на обычный уровень это переведем. Теперь. Насчет стройки. Нужна охотничья хижина. Мы еще, получается, можем... Одно здание привезти, да? Я вас понял. Итак, да, дороги надо проводить, чтобы строить другие здания. Расход древесины, строительство... Минуточку. Оно будет у меня неактивно сейчас, что ли? Все постройки города нужно подключать к генератору с помощью улицы. Иначе она не заработает. Чтобы построить улицу, откройте меню. Вы хотите сказать... Окей, я вас понял. Вы строите, нет? Я не уверен, что... А, вот, они строят. Так, что это такое? Обычная еда. Кухня будет приносить 4 пищевые пайки на 2 еды. Почему у меня количество голодных не уменьшается? То есть, еда у меня, в принципе, есть, насколько я это вижу, нет? А, стоп! У нас есть... А, пищевые пайки! У нас есть еда, но у нас нету пищевых пайков. Все, я теперь понял, пардоньте. Мой тупняк. Мой тупняк. Может мне... Кстати... Сколько у нас здесь? 5 человек работает. Здесь 5 человек работают. Я уже откуда? Люди... Люди из нашей группы. Мы нашли источник основных ресурсов. И теперь можно взяться за спасение других членов экспедиции. Согласен. Постройте маяк. И следуйте... Так, хорошо. Как только люди перестанут голодать, сделаем. Я не против. Древесина у нас заканчивается нафиг. Блин. А, ну тут 5 человек максимум, кстати. Температура начала падать. Недовольство очень высокое. Не работает, потому что нужно 5 человек. Ну вот, я их закинул. Все. Тут холодно. Да-да-да, я вас понял. Голодающих 80. Давайте посмотрим. Температура минус 40. Офигеть. Тут у нас работает 5 человек. Здесь слишком холодно для работы. Вы серьезно? А как я вам... О... Приостановить работу, демонтировать? Нет, не хочу демонтировать здание. А сюда я кухню еще одну не могу влепить, да? 20 древесины. У меня они скоро будут уже, в принципе. Там же можно как-то вроде отопление включать. Или... Блин, я не помню. Ну, слишком холодно для работы. Это я вас понял. Форсаж. Ох, блин. Он начинает накапливать. Я не уверен, что это сработает. Давайте нет. Вырубаем. Обморожение. Наш человек тяжело... Заболел из-за обморожения. Если людям придется и дальше работать в таком холоде, это будет случаться регулярно. Да, надо что-то делать. Адаптация. Суп. Чего? Сейчас, секунду, ребят. То есть, все-таки нас просят принять какие-то законы. Радикальное лечение. Если я правильно помню, это ампутация, что ли? И поддержание жизни. Они будут занимать кое-како места. Кстати, не знаю. Суп и... Давайте вот так. А, радикальное лечение, да. Чтобы вылечить тяжелобольных, им придет... Мы опробуем все от хирургии, там, кто-то, тут всего-то. Пищевые добавки. Вот. Вот это, короче, говно в еду подсыпать, чтобы люди жрали древесину. А суп, мы можем готовить пустой суп вместо полноценных блюд, чтобы накормить тем же количеством продуктов больше людей. Да, у нас голодающие, я знаю. Так, насчет обмороженных подписать. Поддержание жизни. Мы не можем вылечить тяжелобольных, но мы хотя бы можем сохранить им жизнь. Так а зачем? В наших условиях нам вот это нужно. Подписываем. Да, недовольство растет, это я все понимаю, конечно. Санитарный пункт, пять человек. У нас до сих пор пятеро лечатся. Хотя бы спасем жизни. Надеюсь, мне отрежут ногу, если я заболею. А ты не заболевай. Кстати, надежда тоже выросла. У нас... Так, древесина-то накопилась, накопилась. Я там собирался еще одну харчевню. Блин, она не влазит сюда, черт побери. Стоп. У нас есть... Так, работает. Хорошо. Добавить новое исследование. Чего-чего-чего? Обогреватели. Да! Десять дерева у нас есть. Есть. Нам нужны обогреватели для того, чтобы их можно было включать. Да-да-да-да-да. Два-три процента. Все, ускоряем. У нас сегодня все останутся голодные. Это я знаю. Мне нужно, чтобы этот... Этот апгрейд надо было заказать еще вчера. Это я протупил. Так, резы у нас потихонечку идут. Нам нужно, чтобы кухня заработала. Когда заработает кухня, все станет хорошо. Потому что... Голодают пока только... Ну, пока нету сильно голодающих. И то хорошо. Нам нужны обогреватели по той простой причине. Разлученная семья. Люди из нашей группы. Сэр. Так, ну будем делать все, что можем. Нам пришла женщина. Говорит ее муж и дочь добрались до города с основной группой. Но она говорит, что еще... Что они еще живы. Эта женщина хочет... Ну, будем делать, что можем. Потому что у меня сейчас нет еще маяка. И я не уверен, что я буду его сейчас строить. Мне нужно сначала справиться с этими проблемами. Чтобы у меня люди хотя бы не голодали, не мерзли, не дохли. Так. Что у нас здесь? Работают пять человек. Здесь работают пять человек. Куча угля. Давайте, наверное, Е. Сниму отсюда пять человек. И поставлю их еще на древесину. Потому что мне это прямо сейчас нужнее. Угля у нас пока хватает. Блин, давайте обогреватели скорее делайте. Я не могу работать из-за того, что у меня кухня мерзнет. Позволит использовать в минуточку. Это на ночь будет закрыто, да? Вы только завтра начнете доделывать. Хорошо, давайте. Переночуйте уже. О, голодных стало меньше. Круто. А больных стало больше. Охотники будут добывать пять, пять единиц еды. Хорошо. Давайте пусть их будет десять этих охотников. Еды двадцати... О, еды теперь стало офигеть, как мало. Ну, хорошо. У нас работает кухня. Хоть так. Добавить исследования. Ну, все равно так. Паровой центр. Да! Нам это тоже нужно. Все, ребят, пусть работают. Это у нас голодающих 17, но мы их кормим. Они, по крайней мере, это больных. У нас просто дофигилиард. Нам нужен еще один госпиталь. Нам нужен еще один госпиталь. И то, что сейчас происходит, это прям беда. Поставлю его здесь. С больными надо что-то делать. У нас 13 человек. Трое тяжело больных. Так, здесь я закинул. Здесь надо по максимуму закинуть, чтобы охотники уходили охотиться. Хорошо. Давайте немножечко ускорим все это дело. С угля надо людей вообще снимать. У меня там все заполнило. Первая ампутация. Пришлось выполнить ампутацию, чтобы спасти жизнь больному. Увы, теперь пациент не может работать. На что предпринять? Что именно? Дом опеки. Тяжело больным и коллегам будут... Будут задерживаться, держаться в специальных домах. Перепомню. Нам нужно использовать площадки... А, площади медучреждений по максимуму. Даже если придется класть больных на пол. Сейчас, секунду. Буду, наверное, строить вот это, потому что мне нужно будет просто построить этот дом, но все остальные плюсы сохранятся. Поэтому дом опеки. Дом опеки. Он будет на холоде постоянно находиться, черт. У меня не осталось комфортных зон. Ну, хорошо. Здесь можно будет... А, еще и дорогу к нему провезти надо будет точно. Так, где в людях? Нет, все хожу. А, это просто дорога, все, я понял. Хорошо. Может быть, нам... Так. С этого угля тоже людей снимаем. У нас 25 рабочих. Сюда, в больницу. 5 человек. И... Обогреватель пока включать не буду. Хорошо. Еды у нас не хватает. Вы... Ой, блин. Народ голоден, да я знаю. Я как раз этими занимаюсь. Угу. Накормить их чем? Накормить их в течение трех дней. Нужно накормить всех и отправить на склад 40 пищевых. Недовольствие немного вырастет. Накормить всех в течение трех дней. Я не уверен, что я хочу взять на себя эти обязательства. Ну ладно, три дня, давайте. 16 человек голодных. Не так много. Так, мне нужно еще одну эту хибару фермерскую построить. Еда. 20 дерева. 20 дерева мне нифига нету. Ладно. Что ж тебе не ты? Мудрость толпы. Капитан, когда все, что требует, помните, людям обычно по вкусу самые простые и быстрые решения, а не лучшие. Не обязательно соглашаться о всем, иначе о чем вас просят. Но это я знаю. Да, спасибо. Ну, я думаю, что обещание выполнено. Круто. Недовольство ушло. Дом опеки работает. Больные. 10 больных у нас есть. Блин, больных прибавилось резко. Ну, по крайней мере, нету тяжело больных. Окей. С 10 больными мы сейчас все сделаем. Нам нужно кормить 16 человек. Это уже не 80, по крайней мере. И то хорошо. Так. Существом всех остальных, дела наши не так уж и плохи. Вот о чем я вам и говорю. Новый день, новое. Так. Опять что-то недовольство растет. Недовольство ухудшается, увеличивается, уменьшается. О, уменьшается в основном. Хорошо. Надо людей накормить. Неплохо так. Так. Поехали. Мне нужна еще одна хибара охотника. Людей мы потихоньку кормим всех. О, это хорошо. Нас не хватает еды, но, по крайней мере... Так. Изучена технология. Супер. Дайте мне, пожалуйста... Блин, на древесине никто не работает. А я думаю, что за фигня? Здесь куча угля. Не-не-не-не-не-не-не, ребят. Постройте лесопилку рядом. А на что я ее построю-то? А... Нет. Мне нужно... Куча угля. Это понятно. Остальные обломки... Вот! Сюда! Срочно! 15 человек, и мне нужно строить лесопилку, потому что... Я остался без дерева. Это печально. 50 дерева, чтобы лучше все дерево стоит. Это просто отвратительно. Как я упустил из виду, что там у нас... Вот и здесь. У-у-у! Отлично! Тут у нас стальные обломки. Тут у нас... Тут у нас 5 человек работают. Пусть я их тоже отсюда сейчас сниму. Мне сейчас дерево важнее. Поэтому быстро идете сюда собирать. И мне нужна лесопилка. Я вас понял. Я пока... А, я могу изучить... А, я могу изучить маяк. Иначе 20 дерева. И 35 металла. А... У меня металла не хватит. Давайте я... Это же не значит дело. У меня тут люди работают. Там люди работают. Ничего не хватает. Дома, пеки. Там нормально, в принципе. Что у нас здесь? 5 человек работает. 0 человек работает. 0... 5. Давайте я еще вот вас уберу. Блин, я знаю, у меня сейчас уголь начнет падать. Но... Мне нужно... Добычу металла. 5 человек хотя бы. Так. Испуганный пациент. Один из наших... Из наших... Смерти. Но все равно отказывается ложиться на ампутацию. Он все время кричит, что не позволит никому отрезать... Прикасаться к его ноге. И не под... Так. Пусть даже погибнет. Да. Отрезать ему ногу. И все. Кого фига. Хитрый нашелся. Так, ребят. Еда. Пока у меня есть возможность. Охотничья хибара. Дорога. Не работает, потому что... Нету... Блин, мне еще 12 человек накормить надо. Ну, давайте. Я хочу выполнить это обещание. Все, поехали. Так. Здесь из железа я снимаю 5 человек. Вы это не достроите, да? Около 4 часов. Хорошо, я подожду. Здесь. Нужно больше больничных коек. Недовольство немного вырастет. Нужно начать лечение 3-й больных в течение 3-х дней. Нужно построить здание. Нужно построить здание в течение 3-х дней. Нужно больше. Я построю. 8 человек охотников. Здесь 9 человек охотников. Так. Нужно построить еще один госпиталь. Да, я так понимаю. Здоровье. Еще один санитарный пункт. Вот. Сюда, пожалуйста. Мне нужно накормить людей. Блин, мне каких-то 12 людей нужно накормить. Ну ладно вам, давайте. Вот, отлично. У нас уже осталось 4 голодных. Два. Давайте, уберите всех голодных. Я буду доволен. Благодарственная записка. Дом опеки. Кто-то оставил в доме опеки. Записку в ней написано. Спасибо вам. У нас столько работы, что семья тяжело... Что семье тяжело зарабатывать родственникам. Заботиться о родственниках-инвалидах. Дома опеки сделают жизнь каждого из нас намного легче. О, немножко надежда подросла. Ребят, еду, пожалуйста, добудьте. Так, дерево у нас уже есть. Нам теперь нужно 48. Охотники 8 единиц, 9 единиц. То есть, в зависимости от того, сколько людей. Людей не хватает катастрофически просто. Так, 50 голодных, пожалуйста, накормите. Хорошо, новая больница начала работать. У нас нет людей на нее. Вообще, крутяк. Столовка. Нет, из столовки я не могу забрать людей. Три человека. Вот сюда. Обещание медицинской помощи выполнено. Хорошо. Есть. Надежда выросла. Накормите людей. Так, вот мы начали лечить обратно людей. Осталось двое голодных. Что, двоих людей накормить не можете? Вы серьезно? У меня, кстати, два человека ничего не делают. Ха-ха. Очень круто. Я могу и сюда добавить. Хорошо. Три человека голодают. Ну, вот вообще суперски просто. Четыре. Охотники. Седь. Да блин, куда вы опять голодные-то растете? Ну. Четырнадцать. Вы что делаете? Двадцать один человек голодный. Вы издеваетесь. Двадцать четыре. Я обещал всех накормить. Тут бах. Первая смерть. Ну, классно. Один из наших только что умер. Болезни, несчастные случаи. Смертельный холод будет уносить жизни. Такой суровый мир. Нужно открыть книгу законов. Нужно. Так, кладбище. Избавление от трупов. Мы будем хранить трупы за пределами теплой зоны. И закапывать их снега. Холодо станет так. А кладбище? Новая постройка кладбища. Каждые похороны будут скрывать. Недовольство вырастет. Надежда упадет. Тут нужно будет выкопать снежную яму. Ну, ребят, чисто по логике, никакого кладбища здесь быть, в принципе, не может. Я понимаю, что этика и все дела, но нужно избавляться от трупов. Они же все-таки не будут гнить. Так что, блин, я, наверное, об этом пожалею. Ну, давайте. Ох, сколько мне это добавило. Просто отвратительно. Самоубийство коллеги. Вот, чего мне не хватало. Человек говорит, спасибо, у нас все хорошо. Человек, чью ногу вы приказали ампутировать, совершил самоубийство. Он оставил записку. Я не могу так жить. Калекой без цели в жизни. Я не хочу. Мы сделали, что могли. Нужно принять закон о протезах в течение пяти дней. Давайте, приму. Я не против. Протезы. Я, собственно, и ампутацию делал с расчетом на то, что погибло один. Погибло один. Ампутации производились за счет того, что я собирался... Накормите голодных, пожалуйста. Что я собирался ставить на них эти протезы. Так, 28 голодных. Печевых пайков по-прежнему не хватает. Жители голодны и с опаской смотрят в будущее, зная, что еды не хватит даже на сегодняшний день. Недовольство растет, надежда падает. Офигеть, с какой скоростью! Так там оставалось два голодных! Вы издеваетесь нафиг! Там оставалось два голодных! Так вас через так... Я из-за этого сейчас продул вот этот челлендж. Так, значит, теплица нужна, кухня есть, охотничьи угодья есть. Теплица. Где я вам теплицу возьму? Еда. Ну, у меня... Здоровье. Дом опеки, санитарные. Да-да-да, ресурсы. Склад ресурсов. Технологии. Кстати. Блин, наверное, без склада ресурсов... Я не уверен, что мне нужно его строить, но я бы, наверное, построил. Хотя мне сейчас и складывать-то особо нечего, еды нету. Количество... Вот, количество, кстати, больных падает. Это хорошо. Ребят, не знаю. Немножечко это сейчас было абсурдно, на мой взгляд. А, стойте. Мне нужно... Люди. Снежную яму надо построить. Где я вам ее построю? Здесь, наверное. Вы издеваетесь. Снежная яма должна быть подключена к генератору. Зачем? Нафиг мне, по сути, вот это вот трупное сооружение подключать... Еще и дерево сейчас на это потрачу. Ладно. Еду мне потихонечку приносит. Ее все равно не хватает. Я сильно голодная. Это печально. На маяк там нужно было 35 слитков, которых у меня до сих пор нет. Это круто, блин. Просто обожаю этих людей. Быстро всем пахать сюда. У меня еще 9 человек осталось. Я могу, кстати, добавить охотников. Да. Чтобы они мне больше еды приносили. Так, ладно. Я, наверное, чуток просто опоздал со вторым охотничьим угодием. К сожалению. Наверное, надо было быть парасторопней. Из-за этого я просрал челлендж. У меня всего лишь двое голодных оставалось. Ладно, ребятушки. Давайте тогда на этом... Давайте сохранимся. Новый файл сохранения. Сохранить. Новая запись. Да, сохранить. И пока что на этом закончим. Пойдем дальше в следующей серии. Посмотрим, как получится. Не знаю. У меня пока нету полного ощущения контроля. Полного ощущения того, что я тут всем управляю. Все хорошо. Но играется интересно. Надеюсь, вам тоже было смотреть на это интересно. Если что, да, я знаю, что я играю криво. Спасибо. Можете написать об этом еще и в комментариях. Все, ребятки. Тогда всем удачи. Добра-бобра. Увидимся в следующих сериях. Всем молодушек. И всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok